Библейский портал экзегет.ру представляет Анны Андреевны Ахматовой. Прекрасное чтение, очень много похожих образов и мотивов. И аллегорически, как повествование о любви Бога и человеческой души. Или народа Израиля для иудеев, церкви для христиан. В любом случае, Бога и человека, где Бог жених, а душа или церковь, церковь ветхая и новозаветная невеста. И нам как-то удается не замечать здесь особых расхождений между этими двумя толкованиями. Что-то очень похожее между любовью и вот этим единением человека с Богом. В первой главе девушка должна осознать, что она желанна, притягательна, может быть, по крайней мере, желанна и притягательна для своего избранника. Она как бы даже немножко оправдывается. Вот я такая черная, загорелая, я в поле много работала, мне пришлось, но я вообще-то и своего виноградника не устерегла. О чем тут вообще говорить? И он ей отвечает, ты прекрасна. И она верит, что она прекрасна. И во второй главе она начинает с этого осознания. Она говорит, я Лотос Сарона, Лилия Долин. Мы говорили о том, что в тексте, в общем, мы не видим диалога как ясно размеченного диалога, но он явно подразумевается, говорят он и она. И он отвечает ей, как Лилия среди колючек, любимая моя среди девушек. Смотрите, первое достижение их любви, она осознала свою красоту. И она учится жить с ощущением того, что она прекрасна. Это ведь не так просто бывает. И она отвечает ему тем же, как яблоня среди лесных деревьев, милый мой среди юношей, в его тени мне приятно сидеть и сладок на вкус его плод. Он привел меня в дом пира, надо мной его знамя, любовь. Вот уже, казалось бы, их встреча, их любовное свидание состоялось, разве нет? Она в доме пира, она говорила в конце первой главы про наши ложи. Они уже вместе. Это уже свадьба? Я так с сомнением говорю, потому что мне самому это странно. И пир, и ложи, признаки свадьбы. А так быстро? О чем все последующее? Разве свадьбой не заканчивается каждая любовная история? А потом говорят, ну же, или они долго и счастливы, но это уже не важно. Да нет, со свадьбой на самом деле все начинается. Особенно на Ближнем Востоке, в древние времена, иногда и сегодня, когда жених и невеста особо-то друг друга и не видели до свадьбы. С патриархами, кстати, та же самая история. Ну, там есть исключения. Яков семь лет работал за любимую жену Рахиля, видел его каждый день при этом. А остальные патриархи так более или менее внезапно женились, скажем так, не после долгого знакомства и ухаживания. И выстраивать отношения надо было долго и сложно. А ведь что такое свадьба, вот вступление в брак? Это какие-то обещания друг другу, что вы будете вместе. И вот в отношениях с Богом тоже все начинается с подобных обещаний. Но это не конец истории, даже не ее какой-то очень такой высокий момент, кульминации. Это скорее то, с чего все начинается вообще. А дальше, собственно, и проблемы. Он привел меня в дом Пира, надо мной его знамя, любовь. То есть я как бы в его войске. Это уже необычный такой образ для любовной поэзии. Подкрепите меня сластями, яблоками освежите. Я больна от любви. Его левая рука под головой у меня, правая меня обнимает. Вот они уже вместе. И она больна, она обессилена от любви. Это настолько для нее новое переживание. Ну, во-первых, можем себе представить совсем юную девушку, которая только впервые, скажем, вступает в эту область. Для нее совершенно незнакомо. У нее голова буквально кругом от всего идет. А с другой стороны, да, вот аллегорически человеческая душа, которая вступает в это единение с Богом, и она даже не понимает, как это, что это, что с этим делать. Я больна от любви. Подкрепите меня, освежите. И тут же заклинаю вас, девушки Иерусалима, газелями и дикими ланями. Не будите любовь, не будите, пока не захочет проснуться. И она своим подружкам говорит, ой, не торопитесь, девчонки. Это такое. Даже прямо не знаешь вообще, куда деваться. Это тебя захватывает. Больше всего, что ты могла об этом подумать. Не торопитесь. Да, с любовью в нашей, по крайней мере, культуре очень принято торопиться. Всякая эстрада и все прочее, оно как бы стимулирует это чувство. Да, и очень хочется там влюбиться. Как же, 16 лет, а еще ни с кем романа нету. И вот здесь какое-то совершенно другое отношение. Любовь — это огромная и грозная сила. Это невероятно прекрасная сила. Но очень грозная. А в отношениях с Богом. Как-то не торопите. Все вперед. Срочно выцерковляемся ударными темпами. Не торопите. Вы не пропустите того момента, когда в вас это чувство проснется. Голос Милова. Вот он все ближе. Прыгает по горам, скачет по холмам. Мой милый словно газель, как юный олень. Вот он стоит возле стены нашего дома. В окна к нам смотрит, сквозь ставни глядит. Как это у них уже свадьба, кажется, была? А может, это не свадьба, а какое-то свидание. Неловко даже сказать. А может быть. То есть история отношений, она не развивается по какой-то такой очень гладкой лестнице. Вот встретились, посмотрели друг на друга, понравились, поговорили, поцеловались, сыграли свадьбу. Она в себе много всего сочетает. Эта история отношений. С Богом, кстати, абсолютно то же самое. Не так, что прямо сразу все. Или с интервалом в полгода. А моменты, когда она уже с ним была. И вот он далеко от нее, на горах. Бывает такое? Да, бывает. Не только потому, что милый в командировку уехал. А еще и потому, что в какой-то момент отношения отдалились. Да, запросто. И он все ближе. И он настойчив. Он смотрит сквозь ставни. Ставни, то, что закрывает окна, то, что вообще-то не дает человеку посмотреть внутрь. А он пришел и смотрит. Он старается проникнуть внутрь. Вот чем настоящий любимый отличается от какого-то такого прохожего молодца. То есть ему важно увидеть суть. Он пытается проникнуть внутрь того, что он любит. И милый мне сказал, вставай, любимая моя, красавица моя, выходи. Ответный шаг. Он не будет ее вытаскивать за руку. И в отношениях с Богом Бог не будет насиловать человека. Он будет его призывать. Он будет его приглашать. Он будет его ждать. Но выйти человек должен сам. Красавица моя, выходи, красавица моя. Не просто, да, ну давай быстро сюда. А вот всюду-всюду любимая и любимая придают друг другу ценность. И видят друг в друге сокровища. Иначе бы этого не получилось. Красавица моя, выходи. Смотри, зима прошла. Дожди кончились, миновали. Все цветет в нашем краю. Время песен настало. Голос горлинки раздается в нашем краю. Уже поспевает инжир. Слышен запах цветущей лозы. А это уже лето, да. Вставай, любимая моя, красавица моя, выходи. Голубка моя, что прячется в скалах, за горным уступом укрылась. Дай увидеть твой облик, дай услышать твой голос. Голос твой нежен, прекрасен твой вид. Смотрите, он ее ждет всю весну и даже начало лета. Она все не выходит, вредина какая. Вот бывают такие девушки. И парни такие настойчивые бывают. И люди такие бывают перед Богом. Он все зовет и говорит, как на улице прекрасно. Весна, все расцвело. Запахи, краски, солнышко, ветерок. Нет, я буду дома сидеть. Мне тут больше нравится. Заперлась, я на тебя обиделась. Вообще не ходи сюда. А он ждет. Неделю за неделей, месяц за месяц. Как все знакомо. Голубка моя, что прячется в скалах, за горным уступом укрылась. Дай увидеть твой облик, дай услышать твой голос. Голос твой нежен, прекрасен твой вид. Эх, ну вот, аллегорически толковать надо или так понятно, что Бог говорит человеку. И вдруг. Лисят ловите, маленьких лисят. Портят они виноградники. А у нас виноградники только цветут. Такая как будто дразнилка. Но на буквальном уровне такое ощущение, что девушка, вот эти самые вредины, которые не хотят показываться, дразняют своих парней. Виноградник это ведь то, что девушка охраняет. И такая дразнилка получается. О, бегают тут какие-то мелкие. Портят наши виноградники. Они только зацветают. Не выйдем к вам. Не хотим мы вас видеть. Вы лисята, которые все только портят. Долго так не получится. Да, как-то истолковать аллегорически. Ну, трудно ли нам придумать голос, который заставляет нас отвергнуть этот призыв Бога. Но недолго отвергается. Милый мой, а я его, он среди лилий пасется, пока день не повеет прохладой, пока не скроются тени. Убегай же, милый, словно газель, как юный олень по горам и ущельям. То есть до вечера они где-то там, вышла она наконец, до вечера они где-то там на свидании свое. И понятно, ближе к вечеру ей надо возвращаться. У нее мама строгая. Похоже, никакой свадьбы не было. Это были просто свидания. Там еще братья могут, братья в конце встретятся. Братья могут как-то среагировать очень зло на ее свидание с ее парнем. Но ведь здесь есть еще одна вещь. Он на горах во второй главе. Он олень. Олень прекрасное животное, но не домашнее. И его нельзя привязать как корову и водить как ослика, чтобы он жернова двигал на мельнице. Он дикий. Любовь это, когда ты отпускаешься, когда ты отзываешься, когда ты настойчив в своих призывах. И когда ты одновременно отпускаешь. Когда ты не привязываешь на мертвых. Когда ты даешь свободу. Вот это, пожалуй, один из самых интересных уроков второй главы. Дает ли Бог свободу? Отдаем ли мы свободу Богу? Нет, ну нам Он может дать, вы скажете. А как мы Ему можем дать? Он нас сотворил, а не мы Его. Как часто человек заранее предписывает Богу, что он должен, что он не должен. Кто спасется, кто не спасется. Как правильно, как неправильно. Дай Богу свободу. Он дикий олень, а не домашняя твоя корова, которую ты за рога взял, подоил и запер в хлевую. И он там у тебя стоит. Полезная вещь, да, в хозяйстве. Нет, Он олень. И ты должен, должна его отпустить для того, чтобы он к тебе вернулся. А вдруг не вернется. Об этом третья глава. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...